Привет, ребят. У нас появился инфоповод внезапно. Сегодня ночью прошел выпуск подкаста Fire and Cringe, в котором поучаствовали снова разработчики Bungie, а именно Меркулис и Крис Проктор, которые занимаются пушками в этой игре. И в этом подкасте, в этом выпуске они затронули некоторые интересные темы, включая эффективность в воздухе. Перед просмотром этого видоса, если вы, ребята, не смотрели мой последний видос про EVM, в котором я рассказывал про грядущие изменения, которые в целом неплохие, но есть подвох, то крайне советую посмотреть и понять для себя, почему IEM Assist и точность в Destiny играют большую роль. Поверьте, в этом видосе вам такие знания понадобятся, вернее представления. Подкаст я послушал. На реддите вышла тема, в которой расписали основные буллет-пойнты. Есть еще парочка моментов, которые здесь не расписаны, но в принципе пофиг. Что же у нас в подкасте обсуждалось? Сори за звук. Давайте приступим. А, во-первых, обсуждались оригин трейты. Пятые перки на пушках. Ну, типа там перки Амалон, там перки Хаки и вот это все. В целом, Банжи, вся эта система неплохо так нравится. И в будущем разработчики хотят добавлять больше синергии между пятыми перками и перками на пушке в целом. Как-то вот так. Я не буду вот здесь, ребята, прям дословно переводить. Тут основные буллет-пойнты и некоторые моменты я буду убрать из того, что было в подкасте и здесь написано не было. Поэтому это не перевод, это для меня скорее больше шпаргалка. Однако Банжи стали замечать, что некоторые пушки и оригин трейты стали создавать пауэркрип. То есть некоторые пушки по своей комбинации перков и по пятым перкам в целом сильнее, чем некоторые другие. Но в целом это Банжи пока что воспринимает нормально, потому что так или иначе у пушек будет своя уникальность. И в этом сезоне вы, наверное, заметили, что в игре стало гораздо больше пушек с оригин трейтами, начиная от сезонных, заканчивая ритуальной пушкой, пульсовкой. Это то направление, по которому Банжи хотят двигаться. И в этом сезоне вот этот сезон в плане пушек стал таким первым шагом, неким исключением. Дальше у нас было много разговоров про эффективность в воздухе, про философию этой системы и вот это вот все. Соответственно, изменения, которые Банжи задумали, которые повысят значительно точность в прыжке даже без инвестиций в стату, выйдут либо в середине этого сезона, если не будут какие-то баги во время тестов, либо к релизу Lightfall. Ну, то есть уже после релиза, да? Достаточно быстро. ЭВ, как это в принципе и предполагалось, задуманно вышло очень ограниченной. Имеется в виду билдкрафтинг, да? Потому что Банжи нужно было увидеть гораздо больше тестов и отзывов в лайв-игре, да? Ну, то есть в лайв-версии игры. И разработчики не дали игрокам много возможностей в это забилдиться. Потому что они опасались, что игроки смогут легко достигнуть большого показателя ЭВ, и это уничтожит саму суть системы. Что игроки, которые в это инвестируют, будут иметь хорошую эффективность в прыжке. Также ЭВ Банжи выпустили, разумеется, учитывая Стрэнд. Поскольку Стрэнд у нас будет иметь хук, который позволит вам стать Человеком-пауком, Стрэнд у нас будет иметь больше вертикального геймплея, чем другие подклассы. Даже если мы учитываем Солярного Варлока. Это Банжи, разумеется, учитывали. И во время тестов стало ясно, что старая система в прыжке, то есть просто Икарус и все, со Стрэндом было бы too much. Плюс, что тоже было, в принципе, на самом деле немножко ожидаемым, и вот этот bullet point я в видосах часто поднимал как жалобу, и некое недоумение. Когда Банжи разрабатывали ЭВ, только начали, да, в голове у разработчиков скиллбейст еще не был. Вернее как, он был, но только в двух плейлистах. Ведь даже в одном, да, типа в Кикплее и, по сути, Выживание, в котором мало кто играл. Теперь, когда Банжи засунули скиллбейст матчмейкинг почти везде, кроме Трайлсов, там тикетбейст матчмейкинг и в плейлисты, где разные режимы, хаос и так далее, то теперь ЭВ не нужно вот так жестко балансить, да, типа сейчас, чтобы у Вас был хороший ЭВ в точной спрыжке и АЕМ-ассист, надо в эту саду хорошо вкладываться. Но какой был смысл в этом параметре, особенно с таким сложным билдкрафтингом, когда в игре есть скиллбейст матчмейкинг? Это Банжи признают. И поскольку, повторюсь, Банжи и скиллбейст засунули, по сути, везде, то теперь затюнить ЭВ можно гораздо проще. То есть, чтобы были сильнее эффекты от параметра ЭВ, и чтобы в него было проще забилдиться. Как-то вот так. Изменения, которые у нас грядут в этом сезоне в середине или в Лайтфолле, что касается точности, да, они также затронут и особые пушки. У дробовиков с рандомным разбросом, то есть с дробинками, да, у них больше не будет штрафа к паттерну и размеру разброса дробинок в прыжке. Будет штраф там к точности, будет штраф там к АЕМ-ассисту, неважно. В общем, это все останется, но рандома именно у дроби больше не будет. Более того, снайперки и слаговые шотики точно так серьезно получат фичи и бонусы от этого бафа. Соответственно, игроки, которые имеют хороший АЕМ и смогут забилдиться в эту стату, смогут гораздо лучше эффективно их использовать в воздухе. И вот тут мы возвращаемся к теме АЕМ-ассиста. Вкратце, прямо сейчас, в игре, уже сейчас, в этой версии игры, можно эффективно забилдиться в точность предельную. В игре на деле это 60, чего вполне хватает, но вот именно у Банжи технически это 71. ЭВМ, чтобы у вас у пушки была предельная рега. То есть, куда вы целитесь, туда и проходит выстрел. Но в игре все еще сильно урезан АЕМ-ассист. Два параметра. Это авто АЕМ, когда у вас пулька влетает в цель, хотя вы целитесь мимо, то есть в магнетизм пули, который есть и на геймпаде, и на мышке. И на мышке он работает на 20% мощнее, чем на геймпаде. И второй параметр АЕМ-ассиста — это магнит прицела. Это касается геймпада. Банжи это тоже будут бафать. И не просто бафать, а бафать очень сильно. Если я не путаю то, что было сказано в подкасте, по-моему, Банжи собирается, цитирую, сильно срезать штраф к авто АЕМу. По-моему, на процентов 50, что ли, не суть. В общем, пульки будут лучше магнититься в цель, да, в прыжке. И на геймпаде будет полностью убран штраф к магниту прицела. Более того, если у вас будет параметр 60 на геймпаде ЭВМ, то у вас магнит прицела станет сильнее, чем было раньше до выхода системы ЭВМ. Да. Здесь я уже предчувствую инсульт жопы у игроков, которые по тем видосам писали, что типа игроки привыкли к АЕМ-ассисту в Destiny, что за них игра все делает. Сами разработчики сказали в подкасте, что АЕМ-ассист — это то, что делает эту игру Destiny. В этой игре пушки приятно использовать, и без АЕМ-ассиста играть в эту игру гораздо противнее. И некоторые игроки просили при выходе системы ЭВМ сделать предельную точность в прыжке, но при этом полностью убрать АЕМ-ассист, довести тупо до нуля процентов. Была такая тема на Reddit, собрала 4000 лайков, что очень много, и вот тут как раз-таки возникает проблема. Прямо сейчас в игре вы уже можете забилдиться в стопроцентную точность. Раньше этого не было даже с рукояткой Икара. Сейчас это можно сделать, и что, ребята, как вам играть с такой системой? Не очень, это потому что мало АЕМ-ассиста. И вот по этой причине банши хотят вот эти штрафы сделать гораздо меньше, именно авто АЕМ, да, либо полностью убрать, это у нас штраф к магниту прицела на геймпаде. Вот это у нас выйдет в каком-то будущем, а в ближайшее время у нас выйдет именно баф точности. Это то, о чем я говорил. То есть если вы уже сейчас, как я, в ЭВ вкладываетесь, то вы этих изменений не заметите. Но в каком-то будущем, да, у нас выйдут бафы АЕМ-ассиста, и на мышке у вас будет лучше регистрация, когда вы целитесь мимо, на геймпаде будет то же самое, плюс у вас будет гораздо... у вас не будет штрафа к магниту прицела. Вот это система, которая выглядит реально неплохо. Почему она так не вышла на релизе? Повторюсь, как сказали банджи, они учитывали стренд, и они учитывали то, что в игре не было скиллбейс матчмейкинга. То есть в банджи нужно было создать некое вот это вот окно между игроками, которые в прыжке играют хорошо, и теми, кто в прыжке играет плохо. Теперь, когда в игре, по сути, везде есть скиллбейс матчмейкинг, то в этой системе смысл остается, но для того, чтобы у вас был геймплей лучше, чем раньше, до выхода системы ЭВ. Вот это новая цель банджи. Как всегда, планы меняются, и получили то, что получили. Как-то вот так. Цель в целом в том, чтобы система эффективность в воздухе давала гораздо больше потанцевала, чем давала ограничений. Раньше, как это объяснил Меркулес в подкасте, простите, было, по сути, три уровня эффективности в воздухе. Это плохая эффективность, это рукоятка Икара, и это разогрев у Варлока. Банджи хотели сделать так, чтобы больше подклассов и классов получили доступ к тому, что раньше имели только Варлоки с Хитрайсес, либо при использовании мода Икарус Грипп. Имеется в виду точность, да? И разработчики верят, что если они вернутся к системе до нерфа, к системе до выхода ЭВ, то это будет очень большой регресс. Это будет ошибка, потому что это уберет возможность крафтиться в ЭВ. И знаете, вот сейчас, когда Банджи сказали, что они будут бафать АИМ-ассист, именно параметр, да, который, повторюсь, потому что это до сих пор многие не понимают, сколько бы я это ни объяснял, который работает и на клава-мыши, и на геймпаде. На клава-мыши и на геймпаде это авто-АИМ, и на мышке он сильнее. На геймпаде это еще бонусом прилипание прицела. Вот это делает прямо сейчас стрельбу в прыжке гораздо противнее, чем раньше, потому что раньше АИМ-ассист был, но не было точности. Теперь у нас есть точность при крафте в ЭВ, но нету АИМ-ассиста. Он есть, но штраф очень сильный. И повторюсь, как вам играется в этой системе? Многим это не нравится. Типа, я там все равно вкачал себе ЭВ, и да, я, конечно, попадаю, когда цели с чуваку в голову, но все равно это как-то, блин, противно, что ли. Раньше было лучше, да? Просто потому, что не было АИМ-ассиста. Вот это банджи признали, и они это будут менять в каком-то будущем, далеком-недалеком, пока что неизвестно. Более того, помните, в видосе я упоминал, что ЭВ врубается тогда, когда ваш перс хотя бы на доли секунды оказывается в прыжке. Допустим, вы там немножко прослайдили в ступеньку, ваш перс был в прыжке на доли секунды, и у вас сработало ЭВ. У вас у пушки теряется АИМ-ассист, и без крафтинга ВВ у вас теряется точность. Это банджи будут фиксить. Что они хотят сделать? Они хотят сделать так, чтобы, в общем, ЭВ будет срабатывать спустя какое-то время, когда вы были в прыжке, да? Например, там спустя две десятые секунды. То есть, вы там прыгнули, и спустя доли секунды у вас работает ЭВ. Это как раз-таки поможет с тем моментом, чтобы у вас при вот такой кривой геометрии локации не было вот таких ситуаций. Это очень круто. Про шепот и Дарси тоже поговорили. Там произошла ситуация-ситуация, лицо-лицо. Это не были никакие бафы. Это просто были типа quality of life улучшения, потому что хэви-снайперки не должны иметь такой штраф КВ. Это в патчноутах в принципе не должно было быть. И банджи забыли это просто убрать. То есть, то, что они сделали, это просто была фича, которую рекламировать банджи даже не хотели. Ну, студия студии, что поделать. Бывает. И теперь немножко разговоров по поводу не ЭВ, а пушек в целом. Тут не так много информации, но что-то интересное есть. По поводу шепота в ПВЕ как урон, да? Шепот сам по себе, как говорят банджи, уже силен. И это факт. Если посмотреть на таблицу по урону и сравнить шепот с линейками, то вы заметите, что у шепота при срабатывании катализатора ДПСов больше, чем у линеек, и Total Damage тоже больше. Но у линеек у нас есть перки типа Triple Tap, с 4 раза получи, со Фарринг Лайн, и вот это все. Линейки банджи будут нерфить. Это далеко не секрет, они на это очень тонко в подкасте намекнули. И после этого нерфа шепота станет гораздо популярнее. То есть чисто по цифрам шепот лучше. Ну а мы добавляем Triple Tap, Фарринг Лайны, и из этого линейки становятся лучше. Как-то вот так. То есть шепот сами банджи, видимо, бафать не будут, но они понерфят то, что выбивает шепот из конкуренции. Потому что прямо сейчас линейки очень заебись. Их будут нерфить. Такс. Также здесь Банго обсудили, ну как, Меркулис рассказал про пушку, которая у нас выйдет, соответственно, 20 октября. У нас в игре появится типа экзотный квест там наподобие DMT и так далее. И вот эта пушка будет иметь самую гибкую кастомизацию среди всех экзотов за все время Destiny 1 и Destiny 2. Во-первых, будет два Origin Traitor. То есть там Хаки, Амалон и вот это все, да, будет два Origin Traitor. И вот эта пушка будет хороша что в PvP, что в PvE. В PvE она будет конкурировать с Арбалетом благодаря какому-то каталику. И в PvP она будет конкурировать с двумя револьверами, которые сейчас банк считает сильнейшими в PvP. Это Роза и новый револьвер в Трайлсах. Как-то вот так. Вот такая у нас будет пушка. Прикольно. Будем смотреть. По поводу, кстати, револьверов и перков в подкасте обсудили достаточно много моментов по поводу философии перков. И был такой забавный момент. Разработчики обсудили, они попробовали перк «Сорви голову» на револьвере 120-м. И это оказалось слишком сильным. В целом суть в том, что вот Меркулес делает много перков новых, прям молочек. И в том сезоне перки получились ситуативными, нишевыми, типа «Ничья живота» «Андер Овер», который на сбивании щитов. В этом сезоне перки ему понравились больше. Просто как факт. В какой-то момент в будущем, когда неизвестно, появится новый вайдовый перк на урон. Сейчас у нас сталкивающая связь на получение овершилда. И в будущем появится перк наподобие раскаленности и электрозаряда. И в каком-то будущем у нас Хукмун и ДМТ будут крафтабельными. Банжи решили, что все-таки пушки с радонными перками это немножко кринж, а вот крафтабельные пушки это заебись. Поэтому Хукмун и ДМТ рано или поздно перейдут в такую версию. Да. И разумеется, что касается подклассов 3.0 и перков, задуманы также еще какие-то реворки экзотов, чтобы они получили перки или синерги с подклассами 3.0. Это у нас упомянули Губитель Королев, Роковое Чучело, Дыхание Левиафана, Тысяча Голосов, Саншот, кстати, видеополучка краски раскаленность, простите, Полярное Копье, Духостый Лис, Линза Прометея и еще парочка, которые Банжи не назвали. В далеком, изменяют внешний вид паттернов отдачи, как сейчас на шотганах, да? Это будет не скоро, потому что вот это изменение затронет 90% пушек в игре. Грядет нерф Ревокера. Как вы знаете, с выходом компетов у нас Ревокер снова стал популярнее, потому что у него бесплатные пульки. Будет изменение, из-за которого вот ваш перк на леген пульки будет срабатывать, если вы смажете две пульки за 6 секунд. Это сильный нерф, и он был ожидаем, потому что Ревокер сейчас в компетах стал гораздо популярнее. В целом по пушкам Банжи плюс-минус довольны. Автоматы все очень и очень популярны, хотя Банжи считает, что 4 за 50 очень даже норм. Пипеги в принципе заебись, Шаюра все еще проблематичная, но не настолько сильная, и Банжи сидит за тарабой, потому что тарабой в прямых руках это конечно грязь. Лучевые винтовки тоже в принципе неплохие, но не идеальны. Сайдармы слишком горячие, да. Банжи хотели их сделать играбинами наклава мыши, но видимо немножко переборщили, так что беда в каком-то моменте у нас будет какой-то мелкий нерв. Вот это в принципе вся такая основная инфа, что было в подкасте. Из другого, из интересного, Крис Проктор сделал все пушки в данже по поводу скаутки лонгарм, которая агрессивная, да, длинная рука, таких скауток будет больше. То есть это начало нового архетипа и когда поговорили по поводу того, что ДМТ потерял свою уникальность, тут суть в том, тут касается того, насколько ДМТ сильна на фоне всех других пушек в игре. Из-за того, что банджи исправили типа баг, в кавычках, из-за которого у ДМТ приоритет по регистрации был в боди, а не в голову, ДМТ себя чувствовала не так хорошо. После бафа ДМТ стало гораздо лучше и только ДМТ имеет вот такую возможность грубо говоря через всю карту, грубо говоря, да, не через всю карту само собой, попадать от бедра стабильно в голову, если вы целитесь в голову. Вот это по сути главная фича ДМТ и банджи понимает, что да, разумеется, когда у тебя есть уникальная пушка, там с отдачей и так далее, то легендарка будет ее немножко принижать в плане уникальности, но вот в этом плане ДМТ уникальна, что от бедра это самая лучшая пушка в игре и вот это вот все. То есть таких скауток у нас появится больше с такой анимацией и вот это вот все. И архетипы тоже это чисто эксперименты в данже, но такое банджи буду делать чаще. Как-то, ребятки, вот так. Вот такой у нас вышел подкаст. Я наверняка сейчас не упомянул еще какие-то интересные детали, но вот такое самое важное я рассказал. Пока! Пока!